Всем привет, мои дорогие! Я для своих дорогих подписчиков хочу приготовить тортик. Тортик самый простой, самый легкий. 30 минут, девочки, 30 минут и готов торт. Значит, давайте начнем с того, что нам для него потребуется. Сразу приступим уже к делу. Первое, что мы будем делать, мы будем печь, выпекать коржи. Для коржей нам нужна мука, сливочное масло. У меня, вот я уже приготовила, оно у меня растаяло. Его, кстати, можно даже, ну раз, если оно холодное, разогреть, чтобы оно растаяло. Но у меня оно вообще уже мягкое, так что я даже не буду его... Значит, сливочное масло, сгущенного банка молока, вот такая сгущенного банка молока, яйца, сода, какао, лимонный сок. И нам нужно будет для крема сметана и сахар. Давайте сначала сделаем тесто и поставим уже его выпекаться. Потому что я заявила в начале видео, что торт делается 30 минут, так что много не будем разговаривать и будем готовить торт. Так, у меня здесь масло. Вот такой брикет масла. Выливаем туда баночку сгущенки. Вы заметили, что в торт не идет сахар, у нас там сгущенка. Конечно, это все будет очень сладко, но для ребятишек, я думаю, что самое то. Давайте будем взбивать это все наше масло. Мы сюда же разбиваем два яйца. Два яйца. Разбиваем два яйца и тоже вот так все это мы с вами в дело размешиваем. Так, размешиваем яйца. Так, размешали с яйцами. Дальше, что мы сюда кладем? Мы кладем муки 140 грамм. Так, у меня вот такой стакан муки. И давайте потихоньку будем его высыпать. Он уже у меня просеянная мука. Так, и размешиваем. Вымешиваем хорошенько. И соды у нас туда где-то 1-2 чайной ложки. Вот я просто вот сюда высыпаем лимончик. Гасим его, нашу соду. С лимоном. Так, все. И тоже это все уже размешиваем. Видите, у меня вот такой противень. Мы сейчас его смазываем растительным маслом слегка. Так, смазываем растительным маслом нашу пергаментную бумажку. Так, я прям, знаете, возьму салфетку. И салфеткой вот так мы с вами смажем. Вот так смазываем. Чтоб у нас не прилип наш торт. Так, смазали салфеткой. Теперь берем ложку. И ложкой будем распределять. Так, наше тесто. Так, половинку оставляем. Так. Половинку оставляем, знаете, для чего? Мы сейчас половинку сделаем коричневую. Она у нас будет коричневая. Так. Половинка будет коричневая, половинка белая. И сюда мы высыпаем, ну, чуть-чуть, слегка, две ложки где-то, две ложечки какао. Так, вот так. И тоже размешиваем это все. Хорошенько вымешиваем. Можно шоколад, девчонки, но это тоже как к душе уходно. Так. Я, кстати, в своей духовке впервые буду печь торт. Так что, надеюсь, у нас все получится. Так, вот такое у нас коричневое получается. Масса коричневая. Так, все вымешиваем, вот так. И вываливаем в противень. И тоже это все размазываем. Распределяем. Так, распределяем, прям не боимся. Такой у нас будет второй порш, такой коричневатый чуть-чуть. Так. Так, все. И выпекаем это все при 180 градусах. Ну, минут, наверное, 10, 15, 20. Но это тоже надо посмотреть. Все, ставлю в духовку. Пока коржи пекутся, давайте быстренько сделаем крем. Тут у меня две ложки сметаны. Насыпаем три ложки сахара. Давайте четыре, пусть будет посладше. Четыре чайные, большие ложки сахара. Так, сметана. И это все мы с вами сейчас с миксером взбиваем. У нас получится крем. Я делаю, девчонки, маленький тортик. Этих коржей, конечно, можно побольше напечь, да? Вот. Но мне так, чисто мальчишкам, я большой не буду делать, маленький. Так, все. Сделали мы крем. Ну, и сейчас будем... Так, коржи наши готовы. Мы сейчас их достанем. Переложим их вот сюда. Так. Прекрасно. Все пропеклось. Сейчас они остынут, мы их разделим. Корж мы смазываем. Так. Вот так. Второй кладем в коричневый коржик. Вот так. Коричневый. Так. И белый сверху коржик. Так, белый. И высыпаем последний наш... Выкладываем крем. Так. Выкладываем крем. Вот так. Все красиво смазываем. А вот здесь я отрезала такие штучки, которые чуть-чуть подгорели. Ну, слегка. Мы их вот так... Сейчас. Вот сюда. Так, ребят. Ну, что я могу сказать. Получился нормальный, маленький, вкусняцкий. Я уверена, что это очень вкусно. Вот такой тортик. Сейчас он более-менее подостынет. Я его поставлю в холодильник. Он пропитается. И все. И мои мальчишки будут вечером пить чай. Как раз Тёма придёт с садиком. Смотрите, какая красота получилась. Вообще класс. Ну, я вам говорю, что можно напечь побольше коржей. И он будет высокий. Можно побольше сделать. Это можно круглый. Кому как удобно. Так что ссылочку... Не ссылочку, а в описании напишу прям рецепт вам подробно. Так что вот такая вот красота. Если вам понравилось, конечно, поставьте лайк. Приготовьте своим деткам. А на сегодня всё, мои дорогие. Спасибо, что посмотрели. Пока-пока.